приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова в бьюти индустрии я работаю уже 23 года и особое мое любимое направление это уход за кожей лица мне сейчас 48 лет и поэтому я прошла уже все этапы уход за юной кожей уход за девичьей кожей за кожей женской и уже взрослой кожей когда здесь важны очень грамотный подбор и важны правильные сочетания средств чтобы поддерживать красоту и здоровый цвет лица чтобы морщинки не беспокоили если уж они появляются то они не выглядели бы как что-то грустное и так я буду показывать сейчас свой уход рассказывать нюансы и начну с самого главного прежде чем делать макияж какая бы у вас не была прекрасная дорогая косметика если лицо не подготовлено к макияжу если в коже есть шелушение или воспаленные участки или кожа выглядит обезвоженной то макияж не будет лежать красиво нам же важно не количество макияжа а чтобы он выглядел так легко невесомо воздушно и здесь очень важно чтобы кожа сияла то есть сияющая чистая кожа она уже дает где-то 80 процентов успеха макияжа итак начинаем с первого шага это очищающие средства нужно подбирать по своему типу кожи если кожа жирная значит нужно брать для жирного типа кожи если кожа сухая то для кожи склонность к сухости я использую гель тоник серии новейдж он очень нейтральный и я буду использовать такую губку губку для очищения кожи я очень люблю этот спонж помогает замечательно очистить лицо ну и во-первых прежде чем наносить любое средство очищающее нужно лицо увлажню то есть я сейчас увлажню лицо здесь кстати специально такую открытую маечку сегодня одела чтобы вам показать как очищать лицо потому что лицо это еще и шея потому что кожа очень похожа смотрите одна капля средств я вот так распределяю везде и начинаю аккуратненько двигаться по массажным линиям так чтобы было комфортно то есть я не делаю очень жестких надавливаний то есть очень легкие движения по массажным линиям очень важно движение запомнить и руки потом привыкнут если лицо по центру разделить смотрите от середины подбородка я двигаюсь к мочке уха носик я прорабатываю вверх и от крылоноса иду к виску от середины лба в стороны мягкими круговыми движениями все даже не получается такая легкая пенка и конечно очистить нужно и шею шею так вверх мы двигаемся по передней части а по боковым вот так уходим в стороны и вообще умываться лучше галышом чтобы не брызгать одежду и не бояться что вы одежду испортите своими капельками или это какая-то легкая домашняя одежда все удаляем далее следующий этап один раз в неделю хотя бы нужно делать пилинг для взрослой кожи я рекомендую использовать такие либо кремовый пилинг он используется только на ночь либо пилинг с 6% ах кислотами это идеальный вариант смотрите какой формат вам больше нравится я использую и сыворотку и вот такой вот кремовый кремовый пилинг я сейчас делать не буду потому что он наносится на 20 минут перед сном и только после этого уже наносится крем смотрите я просто хочу показать что это мягкая нежная кремовая консистенция прекрасное потом лицо оно такое становится чистое и помогает убрать легкую пигментацию и выровнять кожу сейчас делаю легкий скраб потому что пилинг не делала уже давно а прямо сейчас хочется показать как работают скрабы то есть я беру клюквенный скраб это новинка серии love nature беру небольшое количество смотрите если кожа очень нежная я свою кожу называю хрупкая потому что она такая тоненькая особенно кожи где глазки тут мы не используем очищающие средства только специальные где прописано что это средство для снятия макияжа с кожей вокруг глаз проверено офтальмологами поэтому если у вас кожа нежная хрупкая есть сеточка капилляров купероз то ни в коем случае не используйте скрабы я беру аккуратно по влажной коже после очищения легкими движениями я делаю легкий массаж мне хочется чтобы кожа задышала я как раз вернулась из поездки и после поезда мне хочется быстрее привести себя в порядок и обратите внимание все движения я делаю по массажным линиям избегая области кожи вокруг глаз и губ здесь кожа она практически очень похожа здесь очень тонкая без костной поддержки без жировой ткани если вы вспомните череп то там две большие дырки просто вместо костей а кожа вокруг губ здесь слизистая ткань очень легкая нежная кожа за ней тоже нужен особый нежный уход и скажу вам лайфхак когда вы будете вносить крем для кожи вокруг глаз нанесите его и на кожу вокруг губ чтобы не появлялась эта сеточка морщин которые зачастую бывают уже у взрослых женщин не помню как называется кисетная или кисельная то есть мы аккуратненько и вот эту зону я маленько скрабирую и можно все смывать также использую свою любимую губку для снятия масок и средств очищающих после того как я смыла скраб я промакиваю лицо полотенцем и покажу вам еще одну классную штуку тоже есть такая прекрасная помощница вернее прекрасный помощник это скраб для кожи вокруг губ чтобы нежную кожу не травмировать мы берем также немножечко увлажняя кожу вокруг губ и сами губы и буквально капелька вот такого ароматного сахарного нежного скраба я наношу на кожу губ и вокруг и аккуратненько массирую можно оставить как маска если есть время какой аромат на 10-15 минут чтобы кожа увлажнилась как сахарок перекатывается и идет легкое нежное очищение он еще на вкус очень сладкий также аккуратно убираю остаточки скраба промакиваем полотенцем и уже видно какое лицо чистенькое мягкое и гладкое какой следующий у нас этап если у меня гель тоник то есть это два в одном то мне уже тоник не нужен если у вас очищающее средство то без тоника то следующий этап у вас должен быть тоник я же сейчас нанесу специальную эссенцию для того чтобы напитать увлажнить кожу тоже серия Novage она с пребиотиком это очень полезно для того чтобы убрать обезвоженность кожи увлажнить кожу напитать ее дать коже еще больше питательных компонентов и пока эссенция впитывается я беру крем для кожи вокруг глаз используем любой крем по возрасту одну капельку буквально рисовое зернышко я распределяю на пальчики безымянные это самый слабый пальчик который не причинит вреда коже и наношу крем вокруг глаз это значит что это далеко от глаз по косточке двигаемся то есть если вы прощупаете свои глазки познакомитесь с ними то вы почувствуете тут косточка вы тут косточка вы двигаетесь по ней почему именно так крем он очень умный мысленистый и еще на сантиметр он точно разойдется вверх и вниз поэтому аккуратненько вбиваем именно такими легкими прихлопывающими движениями чтобы не травмировать эту нежную кожу если вы посмотрите на себя внимательно изучите свое лицо то вы заметите что первые морщинки появляются именно здесь сначала мы их называем мимические они легкие появляются при гримасах когда мы смеемся а потом они уже прорезаются становятся глубокими согласитесь это не очень красиво когда лицо испещрено морщинками и кстати можно также взять капельку этого крема для глаз для кожи вокруг глаз я иногда сокращаю и нанести вот на эту верхнюю губу вернее над верхней губой потому что именно здесь появляются вот эти вот неприятные такие морщинки которые расходятся во все стороны знаете у меня даже я заметила появились такие морщинки я себе приобретала крем в маленькой такой баночке серия на wage time restor для женщин 50 плюс я делала курс наносила на кожу вокруг глаз и каждый день делала также на коже вокруг губ и ушли морщинки то есть первые признаки вот этого старения в этой зоне они ушли я этому очень рада потому что было неприятно особенно это заметно когда кушаешь губы тянешь вперед и появляются морщины вот так что ухаживаем соответственно типу кожи соответственно возрасту подбираем уход следующий этап у меня уже впиталось все я наношу сыворотку у меня будет сыворотка тоже серии на wage ultimate лифт экологена у меня закончилась я беру небольшое количество сил видите я выдавлю на чистые прям пальчики и вот так распределяю смотрите мне важно поднять овал лица чтобы у меня лоб был гладкий потому что у меня проблемная зона это лоб и межбровка поэтому мы здесь наносим сыворотку и вот так вот у меня здесь немножко есть сыворотки на зону вот эту подбородок чтобы лицо было ровное и контур был четкий то есть когда вы смотрите в боковое фронтальное зеркало то вы должны видеть здесь четкую красивую линию чтобы подбородок не провисал для этого тяните всегда шею вверх плечи вниз чтобы как штопор вытягиваете себя вперед шея будет всегда высокая длинная и соответственно не будет вот этих провисаний как только вы так провиснете соответственно шея становится короче и вся эта кожа собирается здесь складочками поэтому следите за осанкой это первое правило красоты ровная спинка ровная отстроенная спинка и так сыворотка впиталась и я беру крем дневной экологен небольшое количество я обычно использую лопатку то есть беру немножко крема его нужно просто очень мало может быть даже немножко много взяла небольшое количество крема я его также переношу на разные зоны лица и потом просто вбиваю пальчиками пальчики они уже знают что им делать они очень нежные и работают аккуратно распределяют крем по лицу не забывайте про зоны шеи похлопывающие такие легкие движения все делаем по массажным линиям смотрите какой легкий простой уход обычно у меня это занимает минутки 3 если со скрабом или с масочкой то прибавляйте еще на эту процедуру в принципе утром и вечером сделать такой уход при этом разгладить свою кожу дать ей такой вот любовь уход и смотрите на пальчиках крем остался я уже по привычке отдаю этот крем на тыльную сторону кисти рук потому что здесь кожа тоже очень быстро стареет и мой лайфхак очередной это аппарат skin pro sonic 3 в 1 массажная насадка она у меня чистая я нажимаю на кнопочку сейчас не буду делать до конца я вам просто хотела показать что эта насадка как утюжком аккуратно скользит пока еще крем и сыворотка до конца не впитались нужно в это время сделать легкий массаж буквально полторы-две минутки разгладить лоб туда поводить вверх чтобы мышцы все расслабились ушли зажимы кровообращение усиливается крем лучше впитывается соответственно что мы получаем более здоровый цвет лица расслабленное лицо она уже выглядит моложе и спокойнее а это очень классно еще помогает хорошо заснуть поэтому на ночь я обычно всегда делаю эту процедуру бывает иногда пропускаю но эффект я вижу сразу то есть когда я сделала полный уход и еще закончила вот таким прекрасным легким массажем который не требует специального обучения или какой-то подготовки все нажали кнопочки вводим по массажным линиям лоб разглаживаем крылья да где крылья носа вот эту носогубную складочку и лицо становится соответственно лучше но и это еще не все есть у меня еще один тюбик который я очень люблю и всем рекомендую это специальный крем для шеи и зоны декольте я пользуюсь ему уже несколько лет смотрите у него такая приятная консистенция легкий легкий нежный нежный крем я его распределяю на пальчиках и прохожусь по шее по шее сейчас микрофон я его иногда трогаю вам будет шумно и аккуратненько такими легкими движениями все распределяем и оставляем впитаться за счет того что крем очень легкий его можно носить и утром и вечером то есть ну конечно в жару может быть будет некомфортно поэтому летом можно только на ночь использовать чтобы не потела шея и все это выглядело эстетично и красиво ну что давайте подведем итог у нас получается первый этап очищения утром и вечером обязательно кто-то говорит зачем утром умываться я же вечером тщательно смыла весь макияж но дело в том что ночью мы спим и лежим на подушке микрочастички пылинки ворсинки осаживаются на коже активно работают сальные железы поэтому утром также тщательно нужно очистить лицо как и перед сном следующий этап это либо эссенции иногда я пользуюсь такой термальной водой чтобы дать увлажнение коже мне очень нравится этот продукт серия Optimus Urban Gold далее у нас идет сыворотка пилинг или маски делаем обязательно пилинг либо гладкий если у вас кожа уже возрастная гладкий либо вот такой жиденький сыворотку мы используем маски увлажняющие тканевые два раза в неделю да хоть три раза в неделю делайте это будет только польза патчерские можно прикладывать дополнительное увлажнение и питание кожи вокруг глаз сыворотку наносим утром не всегда делаю вечером обязательно и уже на сыворотку мы накладываем крем либо дневной либо ночной обязательно нужно иметь и тот и другой потому что это два разных продукта ночной крем он без солнцезащитных без солнцезащитного фактора без SPF он более густой питательный когда кожа отдыхает для нее особенно важно питание дневной крем он более легкий он содержит SPF чтобы защитить кожу от преждевременного старения так как солнце стоит на первом месте по влиянию на кожу то есть то что старит нашу кожу и так для кожи вокруг глаз отдельный продукт также его используем на коже вокруг губ и кстати забыла рассказать еще напомнить что есть скрабы для губ очень удобно и снимать макияж только специальными средствами для снятия макияжа чтобы на них было написано потому что многие я знаю берут обычный гель пенку или молочко для кожи лица и снимают макияж с глаз вы знаете до поры до времени вы не будете замечать ничего особенного но со временем кожа будет истончаться здесь кожа вокруг глаз вот вы можете потрогать здесь потрогать на щечки и вы почувствуете какая она тоненькая какая нежная и для нее нужна особая забота поэтому чем вы более нежно к себе будете относиться регулярно будете делать уход тем дольше ваше отражение в зеркале будет вас радовать вы будете получать много комплиментов все будут восхищаться как вы молоды как вы свежи как вы прекрасны и все будут думать что вы каждый день только вернулись с курорта потому что все и массаж будете делать и такой уход поможет вам превратиться просто в принцессу и после такого ухода уже мы делаем макияж нанесение тональной основы оно просто прекрасно потому что кожа мягкая гладкая увлажненная небольшое количество тона только чтобы выровнять подсветить не надо накладывать два-три слоя чтобы заштукатурить себя естественность нежность сейчас приветствуется то есть меньше макияжа больше именно акцента на чистоту и на сияние кожи я надеюсь что это видео для вас полезное подчеркнули что-то для себя важное напишите в комментариях что новое узнали что не применяли слышали но не пробовали а сейчас захотелось попробовать я буду рада вашей обратной связи ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал всегда с вами Лилия донского желаю вам красоты нежности и любви